Около восьми утра марафонца в назначенном месте в назначенное время встречает группа поддержки. Тут и легкоатлеты, и блогеры, фотографы, журналисты и просто заинтересованные ярославцы. Это так необычно, здорово, интересно. Это то, про что хочется узнать, почитать. Но я поражаюсь таким людям, которые могут пробежать 777 километров. Это даже в голове не укладывается. Дмитрий Ерохин – ультрамарафонец, покоривший дистанцию Москва-Сочи и бросивший вызов в пустыне Сахара. Очень скромно заходит на площадку ожидания. Кажется, что спортсмен вовсе и не отдавал предпочтения продолжительной подготовке. Отнюдь, говорит Дмитрий, перед грандиозным забегом копил силы, высыпался всю предыдущую неделю. Зато теперь на счету каждый удар сердца, каждая калория. Все, что мне касается бега, у меня сейчас будет очень экономично. Я даже есть буду лежа, чтобы не сидеть или еще ни на что-то тратить ни физических, ни психических сил. Впереди 777 километров бегом. Все через города Золотого кольца России. Изначально держит курс на Кострому. Там и будет первый перерыв с отдыхом и обедом. Кстати, насчет еды Ерохин еще на пресс-конференции заявил, что во время марафона будет принципиально употреблять лишь блюда русской кухни. На первое время бутерброды, пирожки с капустой, яблоками и говядиной. У меня машина, она для меня как передвижной пункт питания. Также меня там будут фотографировать, видео снимать. Она не будет постоянного сопровождения, она будет каждые 10 километров стоять. То есть я добежал, мне подали горячий чай, что-то перекусил пирожок. В среднем сутки марафонец будет пробегать по 70 километров. Из вещей на весь путь он взял лишь сотовый телефон и спутниковый трекер, который каждую минуту ставит на карте точку, где находится спортсмен. Униформу подготовил практически на все погодные условия до 20 градусов мороза. Хотя на первый день марафона с погодой, говорит Дмитрий и его друзья-спортсмены, ему повезло. Вот так, поехали. Завершится забег также в Ярославле во время празднования 50-летия популярного туристического маршрута 21 ноября. В этот день в областном центре в честь Золотого кольца России впервые состоится торжественное событие. Планируется сделать его ежегодным. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Миронов на международном форуме «Визит Раша». Тем временем за Дмитрием Ерохиным уже можно следить на его страничке в социальной сети ВКонтакте или же присоединиться лично и пробежать вместе с известным марафонцем часть дистанции. Юлия Михайлович, Антон Комаров. День в событиях.